Друзья, по поводу Paypal. Paypal у нас новый. Это рутина, это необходимости. Как бы она неудобна была, ребят, нам приходится его периодически менять. Проблема в том, что люди неправильно нажимают кнопочку. Надо всегда нажимать «Помощь другу или родственнику». Это единственное, что надо нажимать. «Помощь другу, родственнику». Всё, больше ничего писать не надо, ребята. Надо просто нажимать кнопочку. Если можете, то пожалуйста, ребят. Потому что из-за того, что пишем сообщения, нас блокируют. И всё равно, ребят, спасибо вам огромное. Paypal новый. LDVALIA. Буду очень благодарна вам за помощь. Спасибо. Вот мы опять и возвращаемся к нашему Чарлику. Он просто чудесный, хороший малыш, попавший в беду. Мы малыша не могли раньше оперировать по одной простой причине. Когда его забрали с усыпалки, у него было воспаление лёгких. Спасибо. Малыша забрали из вольера, потому что кашляет. Вот поэтому его сейчас забрали. Сейчас его в тепло будем лечить. Малыша только-только вылечили. Больше месяца, ребята, очень тяжело выздоравливал ребёнок. Но, слава богу, он у нас поправился. Сейчас сделали новые снимки. Его осмотрел врач. И сейчас хирурги решают, на какое число назначить операцию. Ребята, все, кому небезразлична судьба Чарлика нашего, пожалуйста, отзовитесь. Сборы, которые мы вели до этого, это было перед Новым годом. Они ушли у нас на приют. Купили корм, что-то на эти деньги. Вылечили какого-то из малышей. Ребята, вы знаете, у нас ничего лишнего не бывает. Мы с трудом, с трудом собираем, чтобы как-то продержаться. Я вам искренне благодарна, мои хорошие. От всего сердца. Давайте начнём этот год с помощи нашему малышу. Собака перед вами. Новые снимки тоже есть. Ребёнок поправился. И всё, что сейчас осталось, ребята, это прооперировать его. Сейчас опасности для жизни. Жизни ребёнка нет. Мальчик будет писать, присаживаясь, как девочка. Но, думаю, жизни это малышу не мешает. Ребята, мы сделали самое главное. Убрали страшную рану. В любой момент грозило бы ему заражением. Я хочу сказать вам, друзья, спасибо. Спасибо за Роника. Роника оперировал Барков. Это врач с золотыми руками. Я благодарю вас всех, ребята, за то, что мы Новый год начинаем. С радостью, что мы смогли спасти ещё одну жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Господи, да что ж у нас за скелет-то? Девочка, тихо, тихо, тихо. Такая девочка. Покажи зубы. Зубы покажи. Ребята, она зубы только меняет. Ей месяцев пять. Да, обезвоженно жутко. Гляньте. Видите, что творится? Ты как себя чувствуешь? Скелетик мой. Да, всё ещё скелетик. Но ничего, ребята. Скоро поправится. Скоро поправится. Моя девочка. Моя хорошая. Маленькая моя хорошая девочка. Покажи носик. Носик ещё плохой. Ребята, девочка больна. Очень тяжело. У малышки воспаление. Сейчас мы её колем. У неё температурка. Она горит. Хорошая девчушка. Она хороший малыш. Очень жалко. Очень жалко, что так медленно идёт лечение. Она скелетик. Хорошая. Нос вообще сухой. Аж шершавый. А девчушка просто замечательная. Мы обязательно поправимся. Обязательно. Ребята, если кто-то хочет помочь Коке, мы будем очень благодарны. Помимо неё у нас достаточно тех, кто нуждается у нас в помощи. Ну что, крокодилы маленькие? А? Юмористы мои. Да. Субастит. Это последние малыши, которых нам подбросили. Ой, ребята, приходится выкручиваться, как только можем. Дети крошечные совсем. В приюте. В приют их нельзя сейчас, ребята. Это страшно. Мало ли. Не досмотришь и всё. Аарон отбила машина. У него был сломан таз. Но таз был сломан без смещения. Именно поэтому операцию Аарону не делали. Но Аарон также очень долго лежал, восстанавливался, выздоравливал. Сейчас Аарон встаёт на ноги. Он тоже недоверчивый. Не потому что он злой, а потому что жизнь до такой степени напугала и заставила переживать все трудности, что недоверие к людям. Как надо было напугать молодого щенка, чтобы он воспринимал людей как что-то страшное? И сколько их таких, ребят? Сколько их таких недоверчивых, шикарных, красивых, лохматеньких, которые, глядя на вас, описываются от страха? Таких тоже много, ребят. Келли привела бабушка. Мы не знаем, как собака оказалась с травмой такой. Бабушка просто привела её и сказала, что она не может её лечить. Мы взяли Келли, мы её вылечили. Сейчас девчонка нормально себя чувствует, немножечко недоверчивая. Но я думаю, что это всё исправимо и рано или поздно Келли начнёт нам доверять. Совсем скоро Келли стерилизуем. Самое грустное то, что чёрные собаки, обычные чёрные, среднего размера, почти никто не хочет их брать. Родиться такой собакой в России — это подписать себе или смертный приговор, или пожизненный вольер в приюте. Если малыша ещё чёрненького, пока он смешной, косолапый, ещё можно пристроить, то взрослую собаку практически нет. Это бич, ребята. Бич наших вкусов, бич нашего общества. Животное не виновата от того, что она незрачно внешне. Ребята, это не говорит о том, что у неё неправильное сердце. Наоборот, это сердце наполнено такой любовью. Вы только дайте ей шанс её проявить. Я уверена, что шанс есть у каждой, если правильно о ней рассказать. Сегодня я рассказываю про Кейли и про Аарона. Может быть, среди вас найдётся семья, кто сможет подарить им тепло, любовь, защиту, достойную жизнь. Подумайте об этом, пожалуйста. А если нет, то хотя бы помогите им существовать у нас в приюте, не голодая, в тёплых будках под навесами. Это тоже в ваших силах, люди. Потому что таких, как Кейли, Аарон, ребят, да у нас полприюта таких, искалеченных, испуганных. Понимаете, они ведь попадают к нам не все переломанные, не у всех есть кровавые раны. Для нас это счастье. А вот для того, чтобы выжить, для того, чтобы привлечь внимание, ребята, вот это страшно. Почему никто не хочет помочь собакам только потому, что они невзрачные? Только потому, что мы достали их из-под гаражей серых, коричневых, чёрных, обычных дворняжек? Разве они не имеют права жить? Люди, скажите, пожалуйста, разве они не имеют права быть любимыми? Или хотя бы защищёнными и накормлены в приюте? Это ваш выбор, ребята. Захотите ли вы нам помочь? Спросите себя сами. Потому что жалеть красивых, породистых очень легко. А попробуйте пожалеть дворняжку. Да, наши дворняжки, они беспородные. Но ведь и мы с вами не королевских кровей. Хотя, по-моему, каждый человек мнит себя царём природы. Уважаемые цари природы, я прошу вас, давайте позаботимся о наших подданных, о тех, кто невзрачен, но сердце имеет огромное, наполненное любовью к вам. Добра вам, люди. Мы очень надеемся, что вы отзовётесь. Приют жив только благодаря вашей помощи. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»